Думаю, все мы хоть изредка, оглядываясь назад, замечали странности в ранее привычных вещах. Ты порой настолько сильно привыкаешь смотреть на что-то под конкретным ракурсом, что даже на долю секунды не допускаешь мысль о том, что рассматриваемый тобой объект может быть совершенно иным. К примеру, говоря о кино, миллионы человек не знали, что в Мэри Поппинс, где все весело поют детскую песенку про 33 коровы, На самом деле говорится о фильме про банального психа, который возит с собой труп своей сестры, а сама Поппинс выступает в прообразе сатаны. Если вы не в курсе про эту историю, можете загуглить или глянуть ролики в ютубе. Также не знали, что фильм Матрица – это, вероятно, не просто очередная фантастика, а картина, напичканная таким количеством символик и тайны скрытого смысла, что разбор этого произведения прямо захлестнуло интернет. Некоторые из этих теорий есть и на моём канале. Я уже не говорю про тысячи других кинолент, книг, песен, текстов, музыкальных клипов, шоу, представлений и так далее, которые в последнее время всё чаще предстают передобывателям в совершенно новых красках. И тут сам по себе напрашивается простой вывод. Кто-то знает больше, чем остальные, и облекая ту или иную информацию двойным, но ты в безопасности можешь выставить её на всеобщее обозрение, совершенно не боясь, что посторонний человек, не обладающий определённым ключом, сможет увидеть её потаённый смысл. Приветствую вас на канале WatchGots, сегодня мы попытаемся рассмотреть двойное дно в рассказе о Буратино и золотом ключике. Также затронем некоторую предысторию написания этого произведения, вспомним биографию Алексея Толстого, коснёмся вероятных мотивов для создания подобного ремейка, и, возможно, убедимся в том, что это вовсе не реплика оригинала, а вполне самостоятельное произведение, взявшее от начальной истории о Пиноккио лишь внешний образ. А его содержимое написано, вероятно, не столько по внутреннему желанию и вдохновению Красного графа, как некоторые величали Алексея Толстого, сколько по заказу извне. Часть информации для этого ролика, в котором будут продемонстрированы до невероятия аналогичные сюжеты, изображения карт второй эпизоды апокалипсиса Иоанна Богослова, моя личная интерпретация, а часть взятая из открытых источников. Забегая же наперёд, скажу, что поскольку образов в книге невероятное количество, и разбирать их все заняло бы, пожалуй, очень много времени, тут будет представлена часть из них. Если же кто-то захочет погрузиться в более тщательное изучение этого произведения, он всегда это сможет сделать самостоятельно. И, конечно, не забывайте о том, что всё далее сказанное в этом видео имеет крайне субъективный характер. Всё же я эту книгу не писал, и ключа к разгадкам мне не вручали, так что содержание Никольми Патча не претендует на истину. Однако тут не будет каких-то совсем уж поехавших выводов и безосновательных теорий, и должен сказать, лично мне было очень интересно готовить материал к этому видео. Поэтому, друзья, если вы сейчас торопитесь, у вас мало времени или не самая подходящая обстановка, отложите просмотр и гляньте потом, потому что в данном ролике в основном разбираются именно ситуации, персонажи и образы. То есть буквально каждая минута повествования отличается от другой, и видео в большей степени не является чем-то линейным. Но я, как всегда, надеюсь на вашу обратную связь в виде лукозавров и репостов, потому что, поверьте, силы времени для этого выпуска было затрачено очень много. Для желающих поддержать моё творчество и закинуть пару золотых на три корочки хлеба, ссылки и прочее, как всегда, в описании и закреплённом комментарии. Всем же действующим меценатам моя отдельная благодарность, спасибо большое за вашу поддержку. Ну а на этом вступление наконец-то закончено, хватайте печенья, усаживайтесь поудобнее, представление начинается. В предисловии к сказке «Золотой ключик» или «Приключения Муратино» Алексей Толстой пишет, что в детстве любил читать книжку Карла Каллоди, которая называлась «Пиноккио» или «Похождение деревянной куклы». С его слов он много раз рассказывал её своим товарищам, а поскольку книжка потерялась, всякий раз пересказывал её по-новому. Правда, есть мнение, что всё было иначе. Начнём с того, что первое издание «Пиноккио» на русском языке появилось, когда писателю было уже 23 года. Итальянского он не знал ни в детстве, ни в более зрелом возрасте, поэтому читать книгу в оригинале он не мог. Будущий создатель Буратино, как и многие в те годы, знал французский, а на этот язык книга переводилась, правда, с каких именно годов мне выяснить не удалось. Кстати, оригинал «Похождение деревянного человечка» впервые был опубликован в римской газете 7 июля 1881 года. Но сам Толстой неоднократно вспоминал, что в доме, где он рос, не было детских книг. Некоторые источники полагают, что написать свою версию «Пиноккио» его побудило воспоминания о своём детстве. Я, честно говоря, так не считаю. Однако не лишним, думаю, будет упомянуть в данном обзоре некоторые страницы биографии автора и заглянуть в его прошлое и родословную. По некоторым данным всё было примерно так. В семейной жизни Николай Толстой, отец Алексея Толстого, как считается, был грух и ревнив, однажды даже стрелял в жену, но промахнулся. В мае 1882 года Александра Леонтьевна Тургенева, она же графиня Толстая по мужу, сбежала от богатого самарского помещика, офицера лейб-гвардии гусарского полка и графа Николая Толстого, будучи на втором месяце беременности, в уездный центр Николаевск к Алексею Аполлоновичу Бастрому. На тот момент председателю уездной земской управы и члену губернского земского правления, по некоторым данным уже далеко не богатому человеку. Через месяц Толстой приехал в Николаевск и передал Бастрому вызов на дуэль, от которой тот отказался. На станции Безенчук 20 августа 1882 года Толстой, ехавший в поезде Самара-Санкт-Петербург, увидел, как его жена и Бастром садятся в поезд. Он нашел их в купе второго класса, что, кстати, вероятно, косвенно подтверждает, что Бастром был небогат, иначе зачем бы ему ездить во втором классе. Толстой, выстрелив соперника, ранил его. 23 января 1883 года состоялось судебное заседание, на котором Толстой был оправлен, доказав, что выстрел был неумышленным. За две недели до суда, 10 января 1883 года, в городе Николаевский Самарской губернии родился будущий русский писатель. А детство автора таких произведений, как «Графа Калиостро» и «Хождение по мукам» прошло в имении Бастрома на хуторе Сосновка, недалеко от Самары. В 1883 году брак Толстых был расторгнут, трое старших детей, Елизавета Александр и Мстислав, остались у отца. Замуж за Алексея Бастрома Александра Леонтьевна так и не вышла, не позволила церковь. Хотя интересно, что во многих биографических источниках, в том числе и в Википедии, она указана, как Александра Леонтьевна Бастром, тоже, кстати, писательница, вот так. Кто был генетическим отцом Алексея Толстого, спорит и сегодня. Биографы и современники Алексея Толстого называли отцом писателя-помещика Бастрома, чью фамилию он и носил до 13 лет. А когда Алеша подврослел, мать начала четырехлетнюю тяжбу, желая вернуть сыну графский титул, фамилию и отчество первого мужа. Тяжба завершилась к 17-летию Алексея Николаевича. В 1901 году он стал графом Толстым. Кстати, во Вторую Великую Отечественную войну Красный граф, как его иногда величали, делал по некоторым данным просто невиданные взносы на нужные Красной Армии. Несколько штурмовиков Ил-2 и танков были приобретены на его личные средства, на одном из них была надпись «Красный граф». В этом моменте внимательный слушатель сразу должен задать вопрос, на который, впрочем, он сам себе и должен будет ответить. Откуда же взялся частный капитал у бывшего графа при советской власти? И тут волей-неволей вспоминается известнейшее выражение «Все животные равны, но некоторые ровнее». Кстати, Алексей Толстой успел в свое время множество времени провести за границей, затем вернулся обратно на родину. По рекомендации Горького, Сталин распорядился привлечь прозревшего графа к написанию популярных сборников о гражданской войне. Иван Бунин в очерке «Третий Толстой» так писал о прозревшем графе. Он даже свой роман «Хождение по мукам», начатый печататься в Париже в эмиграции, возвратясь в Россию, так основательно приспособил к большевистским требованиям, что все белые герои и героини романа вполне разочаровались в своих прежних идеалах и стали заядлыми красными. «Не зря фантастику освоил. Результаты не заставили себя долго ждать. Стал одним из любимейших писателей, вождя всех народов. А следом персональный особняк на Малой Никитской в Москве, две машины с шоферами, дача роскошная в подмосковной Барвихе». В 1944 году врачи поставили Алексею Толстому страшный диагноз – быстро прогрессирующий рак легкого. Полгода писателям мучили адские боли, он умер в феврале 1945 в Москве, не дожив до победы. Рассказывают даже, что на Берлин летели снаряды с надписью «Золотой ключик». Похоронили Алексея Толстого на Новодевичьем кладбище, объявив при этом, внимание, государственный траур. Кстати, вот вам интересная деталь. У Толстых на семейном гербе есть ключ. Золотой ключ. Но давайте уже, наконец, обратимся к рассказу о Буратино, о котором, кстати, возможно, осторожно намекая на особый статус сказки, имеющий как бы две стороны, автор именовал не иначе, как романом для детей и взрослых. Согласитесь, звучит довольно странно, особенно в рамках нашего дальнейшего сравнения с одной небезызвестной книгой. Вот как пишет Алексей Толстой. «Я работаю над Пиноккио. Вначале хотел только русским языком написать содержание колодий, но потом отказался от этого. Выходит скучновато и пресновато. С благословением Маршака пишу на эту же тему по-своему». Знаете, как говорили римляне, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Это я к тому, что сегодня мы вполне себе можем отследить религиозные и местами оккультные, не побоюсь этого слова, образы в рассказе про Буратино, так как этот ремейк Пиноккио не особо-то много взял от оригинала, как и было сказано выше. А учитывая то, что СССР – это, так скажем, молодая страна победившего атеизма, ставит автора произведения в некоторый особый статус, потому что то, как именно по-своему Алексей Толстой передал содержимое рассказа, явно было взято не с потолка. И лично я очень сомневаюсь в том, что в то время не хватало экспертов в определенных правительственных кругах, которые бы рассмотрели возможное дно этого произведения, или как минимум увидели в нем совершенно явные намеки в эту сторону, которые, кстати, и будут озвучены далее. Да и сами подумайте, неужели писателю, которого, вероятно, уже до Буратино величали Красный Граф, и уже создавшему к тому времени и ставшими популярными до Золотого Ключика такие серьезные шедевры, как «Хождение по мукам», «Граф Калиостро», «Гиперполлоид» инженера Грина и Айлийта, не хватало ремейка сказки о похождениях деревянной куклы, которую он закончил писать в 1936-м, чтобы уже в 1937-м стать членом Верховного Совета СССР. Надо отметить, что деревянная кукла с полосатым чулком, а правильное сказать колпаком дурака на голове, быстро вырастает до культовой фигуры советской эпохи, триумфально шагающей по просторам страны. Максимально оперативно написана и поставлена кукольная опера, а уже через три года после выхода книги на Масфильме снят художественный фильм. Такая молниеносная популярность не снилась ни одной современной медийной личности, и столь стремительная раскрутка явно была в чьих-то интересах. Что ж, для начала начнем с начала, прямо с самого начала. Думаю, очень важно будет отметить одну деталь, которая отличает оригинальный Пиноккио и Буратино. Рассказ называется «Золотой ключик» или «Приключение Буратино». То есть, по сути, главным действующим лицом, или правильнее сказать, предметом, выступает именно ключ. А вот в сказке Карла Каводи золотого ключика нет. Нет и дверцы, которые он открывает. Основная цель Пиноккио – стать настоящим мальчиком, превратиться в человека, с помощью внутренних изменений. Толстой же предлагает деревянному голему другую цель – «Золотой ключик», убирая при этом, пожалуй, один из главных атрибутов деревянного человечка, растущий от вранья нос. Цель Буратино не требует от него каких-то внутренних изменений, эта подмена порождает начало интереснейших различий двух сказок. Конечно, помимо моральной стороны вопроса, есть еще целая куча внешних отличий, которые, казалось бы, не особо важны. У колодия «Очаг в хижине старика Джепета» нарисован прямо на стене, а в сказке Толстого на куске холста. Дверца же как бы занавешана этим холстом. Есть еще много чего другого, о чем мы обязательно поговорим, и вот вопрос. Является ли сам автор творцом этих новшеств? А если нет, то откуда он их мог взять? Да и вообще, к чему были нужны столь несущественные детали? В 1909 году Алексей Толстой регулярно публиковал рассказы для детей в детском журнале «Тропинка». В этом же году в журнале публиковали русский перевод «Алисы в стране чудес». Вот отрывок из перевода. На столе не было ничего, кроме маленького золотого ключика, и Алисе тот час пришло в голову, что этот ключик от одной из дверей, но, увы, или замочные скважины были слишком велики, или ключик был слишком мал, только им нельзя было открыть ни одной из дверей. Но, обходя двери вторично, Алиса обратила внимание на маленькую занавесочку, которую не заметила раньше, и за этой занавесочкой нашла маленькую дверку около 15 дюймов высоты, примерно 40 сантиметров. Она попробовала отпереть дверцу золотым ключиком, и к ее великой радости ключик подошел. Вспомним, кстати, что Алиса увидела и вошла как бы в новый мир за этой дверцей, так же, как и Буратино вошел в театр. Так читал ли Алексей Толстой Алису в журнале, в котором сам публиковался? Безусловно. А если у кого-то остаются сомнения, вот еще одно доказательство. Вспомним облако в виде кошачьей головы над домиком Мальвины. Наконец они увидели белый домик с нарисованными наставник солнцем, луной и звездами, и с трубы поднимался дымок. Выше его плыло небольшое облако, похожее на кошачью голову. Пудель Артемон сидел на крыльце и время от времени рычал на него. А теперь взгляните на иллюстрацию Калиси в стране чудес из журнала Тропинка. Кошачья голова в небе. Чешерский кот. Сцены с дверью и ключом могут вызывать кучи аллегорий. Вспомните хотя бы цитату из Евангелия. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Правда, относительно конкретно данного примера и дальнейших событий, разворачивающихся в Буратино, вряд ли это именно те врата. Я бы даже сказал наоборот. Это мы сейчас и рассмотрим более тщательно. И вот теперь давайте начнем разбор приключений деревянного мальчика с точки зрения книги «Откровения», или, как его многие знают, «Апокалипсис» Иоанна Богослова. И при этом учтем важный момент. К религии у каждого человека отношение разное, но, думаю, никто не будет спорить с тем, что сама Библия, и уж тем более Апокалипсис и описанное в нем, является очень частым источником вдохновения в искусстве и всевозможных медийных событиях. Картины, фильмы, книги, представления, памятники и даже аэропорты. Я делаю эту ремарку для людей атеистических взглядов, чтобы закрепить тот факт, что вне зависимости от чьих-то личных представлений, информации, которую окружает общество именно на этом источнике, просто колоссальное количество. Относительно совпадений приключений деревянного мальчика с книгой «Откровения», начнем с того, что рассказ о Буратино во внутренних рамках этого произведения это не просто линейный рассказ, а самое настоящее пророчество. Потому что история Буратино начинается не с момента, где Джузеппа нашел полено, а с той самой потаенной двери. Почему? Потому что по сюжету сказки о золотом ключике, на той самой двери, которая была до Буратино, был изображен сам Буратино. И как выяснилось позже, до наступления времени, когда он появился, никто и не смог бы эту дверь открыть при всем желании. Далее совпадение продолжается, цитирую. Карла старательно обмел паутину. Тогда стала видна небольшая дверца из потемневшего дуба. На четырех углах на ней были вырезаны смеющиеся рожицы, а посередине пляшущий человек с длинным носом. И вот вам отсылка к пророчеству. В книге Апокалипсис, вокруг престола, за которым сидел Бог, находились четыре животных, и четыре рожицы – это совершенно прямая отсылка к ним, так как описываются именно лица животных, с головой тельца, льва, орла и лицом, как у человека. Также в Откровении описываются четыре ангела, которые, собственно, этих четырех животных, вероятно, и символизируют, стоявшие на четырех углах земли. Логично, что если бы дверь пряталась за холстом в прямом смысле, то уж точно Папа Карло рано или поздно увидел бы и без Буратино, и понял, что за ним что-то есть. Но эта дверь как бы скрыта, и скрыта она тайной, или правильнее сказать, определенным знанием, без которой ее найти невозможно. И эту тайну узнает Буратино у Карабаса-Барабаса. И тут есть также множество отсылок к Откровению. В Апокалипсисе Иоанна говорится об этой книге то, что она, как и холст в каморке Карла, имеет как бы две стороны – открытую и скрытую. И никто не мог ее открыть ни на небе, ни на земле, ни под землей, а в итоге смог открыть только Иисус, называемый закланным Агнцем Бога. Теперь зафиксируйте свое внимание и запомните некоторые факты. Ключ не какой-нибудь, и в некотором роде заметьте простой, хоть и золотой. Я имею в виду, что он не волшебный, заколдованный и так далее. Но золото – это всегда отсылка не только к высокой цене, но еще и редкости, а порой и уникальности. Чем и обладал этот ключ в рассказе, только им можно было открыть потайную дверь. В современном мире есть только один ключ, известный массам, которым по своим характеристикам очень похож на ключ Гуратино. И не только по характеристикам, но и потому, что же именно им открывают. Согласитесь, ведь чисто технически понятно, что дверь открыть не проблемой, но по какой-то причине только золотой ключик может открыть потаенную дверь. Ключ же, про который я упомянул, это так называемый ключ Давида, и вероятно именно им в книге Апокалипсиса «Звезда, павшая с неба», образ которой мы разберем далее, открыла колодец бездны, из которой вышла так называемая саранча, чтобы вредить людям. Начальником на царочой был ангел бездны, именуемый по-еврейски Авадон, что значит губитель, а по-гречески Аполлеон, или более привычное для нас имя Аполлон. Аполлон – это греческий бог света, так же, как и знакомое всем имя Люцифер, в переводе с латинского «Люцис» – «свет», отсюда же известное нам слово «луч» и «феро», что значит «нести». Кстати, вспомните, именно Люциусом называли отца Малфая в Гарри Поттере, обратите внимание, что он и сам очень белый снаружи, хотя сущность его была темная, но это так и отступление. О характеристиках же ключа в апокалипсисах говорится следующее. «И ангелу филадельфийской церкви напиши, так говорит святой истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет и никто не затворит, затворяет и никто не отворит». Вот еще одна цитата. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от колодезя бездны». Но что более интересно, этот колодец бездны также был закрыт и запечатан. Еще одна цитата. «Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, исковал его на тысячу лет и низверг его бездну, и заключил его и положил над ним печать, дабы не прельчал уже народы, доколе не окончатся тысячи лет. После же сего ему должно было быть освобожденным на малое время». Про сатану же говорится следующее. «Евангелие от Луки». «Я видел сатану, спавшего с неба, как молнию». Именно молнией, и никаким другим словом, более подходящим, называется театр, который нашел Буратино с друзьями, и нашли они его не где-то там, а именно под землей, вход в который был запечатан дверью и открыт волшебным ключом. Вообще, очень часто знака молнии символизирует павшего с неба сатану. Кстати, этот знак вы также очень часто можете наблюдать и в современной масс-медиакультуре, да и не только в ней. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот еще цитата. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари», то есть Люцифер, «разбился о землю, попирающей народы, но ты низвержен в ад в глубины преисподней». А теперь цитата из Буратино. Первое, что они увидели, когда пролезли в отверстие, это расходящиеся лучи солнца. Они падали со сводчатого потолка сквозь круглое окно. Широкие лучи с танцующими в них пылинками освещали круглую комнату из желтоватого мрамора. Посреди нее стоял чудный красотый кукольный театр. На занавесе его блестел золотой зигзаг молнии. Есть также упоминание о сатане как о красном драконе. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон. Семью головами и десятью рогами. И на головах его семь диадим. Красный цвет – это цвет огня, как и молния, собственно, является ипостасией огня. В исламе же это был не ангел, а если мне не изменяет память, джин огня по имени Иблис, имеющий примерно такую же историю, как и сатана. Что, собственно говоря, произносится в исламе как шайтан. Думаю, это имя вы слышали. Он возгордился и не захотел кланяться людям творением Аллаха, созданным из земли, так как он был сделан из огня. И за, собственно, гордыню и был свергнут. И вспомните, что традиционно дьявола изображают именно красным, а ад и преисподнюю изображают не где-то, а именно под землей. И именно красное солнце и никакое иное мы наблюдаем в открышемся театре, цитирую. На задней декорации начали расходиться тюлевые облака. Показалось красное солнце над песчаной пустыней. Справа и слева из боковых кулис выкинулись ветки лиан, похожие на змей. Давайте немного подытожим. Дьявол по книге запечатан в колодце бездны. То есть, условно, где-то внизу под землей. Открыть который можно только уникальным ключом. Как и театр в рассказе, кто-то запер под землю, да так, что открыть его можно тоже только уникальным ключом. После открытия бездны из колодца на землю поползла всякая нечисть, чтобы соблазнять и одурманивать народы. И Буратино также как бы освободил населяющих театр и вывел это также на поверхность земли, давая представление. Кстати, небольшая ремарка, чтобы вы понимали, что все вещи подобного рода имеют один и тот же корень. В мифе о бетве Зевса и его отца Кроноса говорится, что он победил его и заключил его в место, называемый Тартар. В древнегреческой мифологии это самая глубокая бездна. Отсюда вероятны и Тартария, и Тартарары, и так далее. Еще момент с ключом. Черепаха Тартила говорит Дуримару, клянусь, не ты, никто другой не получит волшебного ключика, клянусь, его получит только тот человек, кто заставит все население пруда просить меня об этом. Когда в рукописи Иоанна Агнец раскрыл книгу, тотчас обитатели того места, а именно 4 животных и 24 старца, находящиеся вокруг престола, где сидел бог, начали петь песни, в которой говорили, что только Агнец достоин раскрыть книгу и снять с нее печати, то есть условно разгадать ее тайны, и не просто достоин по какой-то причине, а потому что был заклан, то есть принесен в жертву, и этот момент мы также увидим чуть далее. Обитатели пруда попросили Тартилу отдать ключ, услышав жалостливый рассказ Буратино, после того, как он был выброшен в пруд полицейскими, которые его связали и захотели убить, утопив его. Тут слушатель может сказать, что утопить не зарезать, но в этом случае важен не сам способ убийства Буратино, чуть далее его еще захотят зарезать, а причина, которую ему предъявили, выдвинув далее приговор. Буратино хотели убить совершенно ни за что, а именно за то, что ты беспаспортный, бездомный и безработный, то есть даже в этой отсылке Буратино, подобно Иисусу, выступает как безгрешный персонаж, которого убили несправедливо. Далее вспомните, при каких именно обстоятельствах Буратино узнал о тайне. Когда Карабас сидел за столом, именно у Карабаса он узнал тайну золотого ключика, и не когда-нибудь, а будучи в кувшине полным обглоданных костей, из которых он далее как бы вышел живым, то есть по сути как будто вышел живым из мертвых, в некотором роде из могилы, как и оживший агнец, который был заклан. А кувшин по книге стоял именно на столе, прямо перед Карабасом-Барабасом, как и агнец, из откровения стоял четко перед престолом бога. Что же про способ убийства, а именно заклание, Карабас перед тем, когда обнаружил Буратино, хотел его именно заколоть. «Этого негодяя Буратино я разрежу перочинным ножиком на куски», – ворчал Карабас-Барабас. Буратино во многом напоминает образ Иисуса. К примеру, деревянная кукла также по сути сын плотника, так как нашел его Джузеппе. «Барабас подвесил его на гвоздь, это отсылка к распятию, и он не утонул в пруду, хождение по воде. Сразу оговорюсь, это вовсе не означает, что схожие поступки и вообще образ соответствуют полностью его прототипам, особенно целям, действиям и принимаемым решениям». Еще момент. В самом конце рассказа, когда Карабас уже догнал Карла и кукол, вот такая цитата идет от четырех полицейских, которые гнались вместе с ним. «Нет, здесь работа очень тяжелая», – ответили они и пошли к начальнику города сказать, что ими все сделано по закону, но старому шарманщику, видимо, помогает сам дьявол, потому что он ушел сквозь стену. Кстати, о сыщиках которых послал глава города. Он в некотором роде напоминает интересную отсылку, похожую на вавилонскую блудницу. Цитирую. В этот жаркий час начальник сидел в саду около фонтана в одних трусиках и пил лимонад. У начальника было шесть подбородков, нос его утонул в розовых щеках за спиной, его подлипы и четверо мрачных полицейских то и дело откупоривали бутылки с лимонадом. Первое, что бросается в глаза – это, по сути, голый начальник. А это, в принципе, присуще блудницам, нагота. Странно вообще, что он был в трусах от жары, а папа Карла ходил в куртке. Но не столь странно, зная тот факт, что Иоанн в своей книге видел блудницу не где-нибудь, а в пустыне. А распитие лимонада намекает на блудницу, держащую чашу в своей руке. Сидела же она на звере, который, как вы помните из предыдущих цитат, поработил все народы, а я напомню, что говорим мы про главу города, шесть подбородков и розовые щеки. Число зверя, на которой сидела блудница, было 666, а зверь был багряный, ну то есть красный, по сути. Те же три шестерки упоминаются и в театре «Молния», цитирую. «Раздалось громкое тиканье. Стрелки двинулись, большая стрелка подошла к 12, маленькая к 6». А это, по сути, и есть три шестерки, изображенные во времени. Напоминаю, друзья, что стопроцентных доказательств подобным теориям вам может явить разве что посвященный в них. А поскольку я таковым не являюсь, то повторюсь, что ролик носит субъективный характер, и насколько эти догадки и какое из них количество логичны и претендуют на истинную, решать только вам. Теперь же давайте перейдем к фигуре Карабаса, и поверьте, там есть на что обратить внимание. Буратино узнает тайну ключа именно у доктора кукольных наук, и это порождает интересные вопросы относительно возраста Карабаса-Барабаса. Ведь именно Карабас обронил золотой ключ в болоте черепахи, то есть был его изначальным владельцем, в рамках рассказа, конечно. Барабас вообще наиболее всех остальных знал про дверь, ключ и тайны, вероятно, что он старше даже черепахи, которой уже 300 лет. И ключ он обронил очень давно и рассказал Тортилле его тайны, то есть раз она сама уже на ладан дышит, то воды утекло прилично. Вот цитата. Бородатый человек много рассказывал про этот ключик, но я все забыла. Помню только, что нужно отворить им какую-то дверь, и это принесет счастье. Но хотя знаете, а может быть и несчастье, кто его знает, эту старую черепаху, вдруг она взяла и забыла про частичку НЕ. И что же там вообще в действительности рассказывал Карабас? По ходу рассказа вообще не видно, честно говоря, и не раскрывается особой мотивации, зачем, собственно говоря, Карабасу нужно открыть эту дверь, и хочет ли он вообще ее открыть. Говоря о возрасте Карабаса, также надо отметить, что он обладает таким важным аллегорическим атрибутом, как просто нечеловечески длинная борода. Длинная же борода часто считалась атрибутом старцев, магов, волшебников и, собственно, бога. Она и особенно ее длина является символом мудрости, долгого срока жизни и также иногда выступает как символ магической власти. Интересный факт. В фильме Карабас лишился своей знаменитой бороды. Она была отрезана, как и у Черномора в пушкинской поэме. Разница лишь в том, что в поэме Пушкина бороду отрезал Руслан в фильме «Кот и лиса». Но по книге «Кот и лиса» не резали бороду, и ее отлепил от дерева дуримар. Но далее нас ждут более интересные совпадения. Как мы знаем, из театра Бараваса сбежали две куклы, причем, что немаловажно, в определенной последовательности. Первая Мальвина, а за ней Пьеро. И они не просто какие-то рандомные куклы, а двое влюбленных. Не напоминает сбежавших из сада Адама и Еву. На первый взгляд покажется притянутым, но тут есть очень интересные тонкости. У колоди, кстати, Мальвина была просто феей, а в первых редакциях вроде как вообще мертвой девочкой, но об этом чуть позже. Так вот, Пьеро, так же как и Адам, ушел от Барабаса за Мальвиной. Как он сказал, я сбежал из театра от Барабаса, думая о девочке с голубыми волосами. И он сбежал не просто так, а при весьма интересных обстоятельствах, узнав тайну, которую Карабас скрывал, то есть некоторое запретное от кукол знание. И так же по сути причиной грехопадения Адама и его дальнейшего изгнания из рая была Ева и знание. Далее совпадение продолжается. Цитирую слова Пьеро, когда он убегает от Барабаса. Над моей головой черная туча осветилась молнией, и в десяти шагах позади я увидел бегущих Карабаса-Барабаса и продавца пиявок. Я подумал, погиб. Споткнулся, упал на что-то мягкое и теплое, схватился за чьи-то уши. Это был серый заяц. Он со страху заверещал, высоко поскочил, но я крепко держал его за уши, и мы поскакали в темноте через поля, виноградники и огороды. Мало того, что здесь прямо указывается про страх, так еще и заяц, который по сути является его символом. А вот что сказано в книге Бытие. Когда Бог начал искать Адама, тот от страха спрятался в саду. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. И вот куда в итоге Пьеру прибежал. Когда туча разнесло и взошла луна, я увидел над горой городишко с покосившимися в разные стороны колокольнями. Колокольня, думаю, отсылка понятна. Карабас, находящаяся в таком упадечном состоянии, указывающая на вход в город дураков или город греха, если хотите. То есть, условно, это история про изгнание Адама из рая. И именно с Дуримаром Барабас преследовал Пьеро. Напомню, что имя продавца пьявок переводится как «глупая смерть». Что и случилось с Адамом после того, как он был изгнан из рая. Он стал смертным. Согласитесь, опираясь на все вышесказанное, Карабас очень похож на фигуру Творца, но выставленный как бы в ином, противоположном свете. Ну и вспомним, чем закончились приключения Буратино. Новой жизнью, если хотите. Которая заменит старый порядок, а образ этой новой жизни есть отыскавшийся и возникший из-под земли театр. И как блудница, сидящая на звере из бездна соблазнила все народы, так и в новый театр в итоге ушли буквально все жители города, и даже Дуримар хотел в нем работать. А Алиса и Базилио норовили проникнуть туда без билета. Ну и вот цитата. «Чей это проклятый театр, откуда он взялся?» прорычал Карабас-Барабас. «Это сами куклы открыли кукольный театр-молния. Они сами пишут пьесы в стихах и сами играют». «Я вас, паршивцы, отучу лениться», – свирепозрычал он. «Я вас научу заманивать ко мне публику». Он щелкнул плеткой, но никто не ответил. Кладовая была пуста. Только на гвоздях висели обрывки веревочек. Все куклы, и орликины, и девочки в черных масках, и колдуны в остроконечных шапках со звездами, и горбуны с носами, как огурец, и арапы, и собачки. Все-все-все куклы удрали от Карабаса-Барабаса. Собственно, примерно то же мы наблюдаем и в книге Апокалипсиса. Цитата. Подводя итог в двух словах, когда сатана на свободе, он всех обольщает, или, если хотите сказать, соблазняет. Обратите внимание на это слово. Собственно, Буратино ведь тоже вначале именно соблазнился на представление, продав свою книгу. А затем занялся тем же самым, потому что, заметим, что вход в его театр тоже был небесплатным, судя по тому, что Базилио и Лиса Алиса не могли пройти туда без билета. Много еще есть тонкостей и нюансов, которые можно было рассмотреть в этой сказке через религиозную призму. К примеру, одну вполне прямую отсылку к Библии, Библии сыщики, чтобы объяснить исчезновение губернатора Лисов, фактически вспоминают о том, как покинули землю Иенах и пророк Илья, отвечая цитатой «Он был взят на небо живым». Также язбука, по сути, символизирующая знание, которую продал Буратино, может быть также рассмотрено с нескольких ракурсов. В некотором роде общий пазл рассказа можно освещать по-разному и увидеть в нем иную картину, однако общие тенденции таинственности, религиозности и некоторой недосказанности похождения деревянного мальчика, лично на мой субъективный взгляд, явно имеют место быть. Особенно это предположение усиливает то высказывание Толстого, о котором я уже поминал, а именно как роман для детей и взрослых, как бы скрытых от одних и понятным для других, где, вероятно, детьми он называет нереально детей, а тех, кто не обладал теми знаниями, которые и дают подлинное понимание смысла данного произведения. Кстати, на виниловой пластинке в середине 70-х сказка заканчивалась словами Джузеппе к детям-куклам, говоря про найденный ими театр. Это страна СССР. Что ж, заканчивая тему апокалипсиса и переходя от нее к образам Таро, в которых мы детально разберем некоторые образы через призму этих таинственных карт. Можно вспомнить, что когда вознесшийся Иоанн увидел престол бога, который находился, как вы понимаете, над землей, он увидел там четырех животных, а первым искушением в жизни Буратино становится театр, где, цитирую, наверху балагана, приплясывая, играли четыре музыканта. Четыре особое число, в сказке оно варьирует множество раз. Четыре сольда, домик Мальвины в четыре окошка, четверо мрачных полицейских. После харчерни трех пескарей Буратино, в отличие от фильма, заплатит один золотой владельцу, и у него также останется четыре монеты. И так далее. И так наивного Буратино неудержимо тянет к шатру, где обещано магическое театральное действо. Однако путь к посвящению в искусство лицедейства надежно перекрыт билетершей. У входа в театр полная улыбающаяся тетя продает билеты. Это явление второй карты Таро, ее название Жрица. Она открывает путь Изиды. Жрица представлена царственной госпожой, восседающей на троне перед завесой. В руках ее, конечно, не билеты, а книга Тота, древнеегипетский бог мудрости. Богиня Изиды часто изображается между двумя столпами и Ахином, и Баазом, Соломонова храма. Как персонифицируемая мудрость, Изида стоит между столпами противоположностей, указывая, что понимание всегда находится в точке зрения равновесия, и что истина часто распята между двумя тайнами кажущегося противоречия. Ожидая начала представления, Буратино с интересом разглядывает театр, и этот занавес подозрительно напоминает образы Таро. На занавесе были нарисованы танцующие человечки с девочкой в черных масках, страшные бородатые люди в колпаках со звездами, солнце, похожее на блин с носом и глазами, и другие занимательные картинки. Представление кукольного театра занимательно не менее, чем все предыдущее. Достаточно сказать, что в названии комедии упомянуты 33 подзатыльника. 33, или как его еще называют, возраст Христа, также часто используемое магическое число, по некоторым данным считается числом совершенства. Представление начинается с драки Пьеро и Орликино. Орликино личность довольно темная, черно-красный шут, словно только что выпрыгнул из ада, его рогатый колпак и неуемный темперамент намекают на родство с неким вездесущим персонажем. Пьеро неудачливый соперник Орликино, его удел печаль, насмешки и оплевухи безответной любви. Его наряд и грим – это свет, но свет не солнечного блеска, а лунной меланхолии. Йеро – начинающий поэт, и его дар оттачивается в утонченных страданиях души. Далее мы видим фигуру Карабаса-Барабаса. Кстати, с тюркского Карабас переводится как «черная голова». В сказке «Колоди» бородатый кукольник Манджуфуока, что переводится как «пожиратель огня», сжимает в руках плетку, сплетенную из лисий хвостов и змей. И это почти все, что роднит его с Карабасом-Барабасом, ибо Манджуфуока грубоват, но чувствителен и бескорыстен. Рядом с ним Карабас – это сущие исчадия ада. Цитирую. Услышав весь этот шум, из-за сцены высунулся человек, такой страшный с виду, что можно было окоченеть от ужаса при одном только взгляде на него. Густая, нечесанная борода его волочилась по полу, выпученные глаза вращались, огромный рот лязгал зубами, будто это был не человек, а крокодил. В руке он держал семихвостую плетку. Насчет крокодила намек, вероятно, ясен. На карте «Дурак» египетского Тару изображен крокодил, подстерегающий незадачливого путника, а дурак – это, собственно, и есть Буратино. Также крокодилом называют Барабаса и Папа Карла. Цитирую. Нет, если бы ты был добрым, хорошим директором театра, я бы тебе так и был отдал маленьких человечков, а ты хуже всякого крокодила. Также в силу того, что кукол он держит за нитки с помощью силы, в Тару нам также представлена и карта «Дьявол», где восседающий персонаж на троне держит за нитки, которые, вероятно, символизируют грехи мужчину и женщину. Кстати, правая рука Карабаса – Дуримар. У Толстого зелен, как молодая ряска. Нелепая фигура продавца лечебных пиявок, словно списана с сюжета 13-й карты Таро – Смерть. Дуримар занят тем, что рыщет по болотам, собирая сачком поживу, и изредка он нанимает бедного человека, чтобы собрать пиявок на живца. И все это за 4 сольда в день. Настоящий живоглот и имя у него соответствующее – Дур – Глупость, Мар – Смерть. Вольной интерпретации это имя означает «глупая смерть». В некоторых строях Таро на 13-й карте явлен всадник апокалипсиса верхом на бледном коне. В руках всадника плещет черное знамя. В египетском Таро пеший скелет сжимает в костлявых гланях символическую косу. И тут, вероятно, сачок Дуримара – это отсылка именно к этому атрибуту. К тому же он, как и Смерть, является, так сказать, персонажем, который кого-то собирает, причем в обоих случаях живых. А вся его тощая фигура, жалкая и зловещая одновременно, явно напоминает символический скелет с косой – традиционный символ смерти. После театра и полученных золотых Буратино встречает лису Алису и кота Базилио и отправляется на поле чудес. Там его встречает настолько безрадостный пейзаж, что, глядя на него со стороны, становится вполне понятно. Никаких легких денег и уж тем более чудес здесь не видать. Цитата. В практике толкований Таро эти животные олицетворяют собой открытых врагов и предавших друзей. В сказке Толстого их партию исполняют кот Базилио и лиса Алиса. У колоди, кстати, страна дураков называется Болвание, и дотла разорена судным процентом. Даже фазаны заложили свои роскошные хвосты, а мотыльки не летают, потому что продали крылышки, зато вовсю процветают наглые хищники. Неудивительно, что золотые монеты, полученные от Барабаса, не принесли в итоге Буратино никакой пользы, а одни лишь невзгоды, вплоть до того, что жажда легкой наживы, как и многих, в итоге привела его к смерти. И в довершении истории с золотыми монетами, полученными от кукольного владыки, злодеи вешают Буратино на дерево. Разбойники решили его повесить вниз головой, привязали к ногам веревку, и Буратино повис на дубовой ветке. Интересно, кстати, что и потаенная дверь, и дерево, на которое повесили Буратино, был именно дуб. Заметим, что в сказке Карла Колоди Пиноккио вешают вполне традиционным способом. 12-я карта Таро, Повешенный или Весельник, представляет собой смерть на древе, добровольные муки во имя грядущего посвящения. Значение карты Повешенный гласит, ради достижения духовных высот человек зачастую должен перевернуть свой образ жизни и мышления буквально с ног на голову. Самого известного человека в истории, умершего на дереве, думаю, вы все знаете, но, возможно, не все знают, что и Петра, апостола Иисуса, убили, распяв на кресте, головой вниз. В некоторых колодах человек представлен держащим в руках по мешку, из которых падают монеты. По некоторым интерпретациям, на карте изображен Иуда Искариот с деньгами, полученными за предательство Иисуса, который также повесился на дереве. После истории Повешения мы знакомимся с Мальвиной и Артемоном. Мальвина на лоне щедрой невинной природы – это третья карта колоды Царица. Цветы и насекомые, грузины и земноводные птицы и рыбы – весь этот мир в земной материи беззаветно принадлежит ее божественному величеству. Но в рассказе Пиноккио Мальвина вообще была привидением, а уже потом стала феей. И вот ее знакомство с деревянным мальчиком, когда он отбегал от разбойников и прибежал к ее дому. «В этом доме никого нет, все умерли», – отметила девочка. «Открой мне хотя бы», – взмолился Пиноккио Рудая. «Я тоже умерла». «Умерла?» «Но что тогда ты делаешь тут у окна?» «Жду, когда прибудет гроб, чтобы забрать меня отсюда». И с этими словами девочка исчезла, а окно бесшумно закрылось. Но есть еще один момент. Образ жизни Мальвины заслуживает самого пристального внимания. Девочка из сказки Толстого живет в лесу, и ей подчиняются насекомые, мыши и жабы. Чулан, кстати, с пауками, в котором она посадила Буратино, которые, между прочим, поют песню с интересными строками в одноименном фильме. Коль глупы, как пробки дети, их затягивают в сети. Там и жизнь они кончают, им не вырваться назад. И кроме этого, при ней находится не кто-нибудь, а черный пудель. В оригинальном произведении его звали Медоро. Если мне не изменяет память, про цвет его шерсти там ничего не сказано. В рассказе о Пиноккио он ходит на двух лапах, прямо как человек, и одет в щеглеватую одежду кучера. И вот на образе черного пуделя мы остановимся несколько подробнее, и рассмотрим возможные варианты значений не только с позиции Таро. Львиный экстерьер Артемона подчеркнут писателям с особой тщательностью. Под окном, трепля ушами, появляется благородный пудель Артемон. Он только что выстрелит себе заднюю половину туловища, что делал каждый день. Кудрявая шерсть на передней половине туловища была расчесана, кисточка на конце хвоста перевязана черным бантом, на передней лапе серебряные часы. Ну а также вспомните песенку с уже вышеупомянутой Мэри Поппинс про Брада Брея и Льва, который оказался пуделем. Артемон – черный пудель, а черный пудель – это известный и старый символ представителя темных сил. И заметьте, в фильме более современном он явлен зрителю с большим красным бантом. Вспомним одно из величайших произведений мировой литературы – Фауст Гетте. Там в образе черного пуделя Фаусту является Мефистофель, а в одноименном фильме романа «Мастер и Маргарита» мы наблюдаем у Воланда трость именно с головой черного пуделя. Теперь давайте слегка коснемся образа к соединению персонажей, так как Мальвину мы можем наблюдать как бы и с Пьеро, и с Артемоном. Платонический союз Мальвины и Пьеро составляет сюжет шестой карты «Любовники» или «Искушение». Мальвина и Пьеро сидели на сырой теплой кочке в камышах сверху, их прикрывала паутиновая сеть, замусоренная с трикозинами крыльями и высосанными комарами. Паутиновая сеть – это защитный покров. Старинных вариантов Таро он представлен ветвями райского древа и осеняющим знаком свыше. Мальвина в купе с верным Артемоном – это уже сюжет следующей карты «Сила». Она стоит либо на восьмом, либо на одиннадцатом месте. В карте «Красивая девушка» лаской усмиряет льва. Отсылка на схожие атрибуты пуделя и льва была упомянута чуть ранее. Далее интересный намек от Артилле. При внимательном прочтении сказки в фигуре и жестах черепахи можно обнаружить намек на карту одиннадцатую или восьмую. Это справедливость или юстиция. С поднятой лапой вверх черепаха опустилась в воду. Согласитесь, вроде едва заметный нюанс, но сделанный автором, вероятно, тоже не с пустого места. О Карло с позиции Таро можно упомянуть, что в моменте, когда к папе Карло появляется светильник, папа Карло держал огарок свечи. Это карта девятая – Отшельник. Карло, кстати, очень похож на Отшельника, живет он один, беден и часто голоден. Также интересно, что Барабас был давно знаком с Карло еще до встречи с Буратино. Вспомните, как он удивился и сказал деревянному мальчику «Так твой отец Карло?» И надо сказать, что ведь и профессии у них по сути одни. Что тот ходил с шарманкой развлекать публику, что Барабас развлекал в ее неким представлением. Убегая от полицейских, Карабаса и прочих, куклы во главе с Карло спускаются в подземелье, и Пьеро пармочет про себя, пляшет тени на стене, ничего не страшно мне. Тени на стенах пещеры – известная аллегория, использованная Платоном для описания ограниченности наших познаний в материальной вселенной. Помимо этого, разбирая произведения Алексея Толстого, мы можем увидеть еще множество образов, персонажей, вещей и тонкостей, ведь, думаю, вы поняли, что это не простой ремейк оригинала, и, пожалуй, слишком подробный разбор этого произведения будет в разы больше самой сказки. Хотя и это видео, на мой взгляд, вышло крайне объемным. Поэтому на сим извольте откланяться, достопочтенная публика, надеюсь, я не зря потратил свое и ваше время. К сожалению, я не могу слышать ваши аплодисменты или чувствовать пролетающие мимо помидоры в мой адрес, поэтому пусть ими служат ваши оценки и комментарии под видео. С вами был канал WatchGots, на этом я прощаюсь с вами, и надеюсь, до новых встреч. Всем удачи!